12 часов 04 минуты, бизнес-класс на Финам.фм, я Георгий Вербицкий. Сегодня, как и обычно, будем обсуждать, как сделать деньги, откровенно дискутировать по поводу различных аспектов бизнеса, бизнеса в России. Смотреть, разбирать, как устроен бизнес изнутри, как устроены, собственно, все его компоненты. И как раз один из таких вот компонентов мы будем сегодня обсуждать более детально. Ресурсы на рынке труда. Какие ресурсы востребованы, какие люди интересуют сейчас работодателей, что сейчас, какие тенденции происходят на рынке труда. Именно сегодня будем обсуждать такие вот темы. Итак, у нас в гостях Ирина Гусева, генеральный директор рекрутинговой компании Logic Operation. Здравствуй, Ирина. Здравствуй, Киргин. Сергей Чернышев, руководитель отдела академических программ и подбора персонала Яндекса. Сергей, здравствуйте. Привет всем. И Михаил Левин, менеджер академических программ Яндекса. Здравствуйте, Михаил. Итак, коллеги, ну что ж, предлагаю начать с текущих новостей бизнеса. Из того, что сегодня произошло, вот мне интересно, очень показалась новость следующая. Сегодня была подписана антикоррупционная хартия российского бизнеса в рамках Международного инвестиционного форума Сочи 2012. На мой взгляд, у нас периодически происходят некие такие шаги против коррупции, но тем не менее, вот так же, как и сейчас, так же, как и раньше, в общем-то, ничего детального у нас нету. То есть, если я вот посмотрел бы, посмотрю на эту новость и вижу, что ничего конкретного все равно, кроме того, что она подписана, у нас не произошло. Вот как вы считаете, у нас какие-то реальные шаги происходят в управлении борьбы с коррупцией или все-таки это какая-то фикция? Ирина, как вы считаете? Я думаю, что определенные шаги делаются. И, опять-таки, если говорить про бизнес, я могу говорить про бизнес в IT, все больше и больше компаний именно легализуют, уходя от серых зарплат, черных зарплат, в сторону белых зарплат, что тоже является неким шагом к легализации их доходов. А еще остались такие компании, которые сотрудникам зарплату платят в черную? Они, конечно же, остались. У нас достаточно много российских дистрибьюторов, которые по-прежнему платят зарплату именно в конверте. Западные компании, в том числе западные вендоры, платят только в белую. Там есть компании, которые платят и в серую, часть в белую, часть в черную. Но тенденции есть, и они очень наглядные в сторону именно белых зарплат, в сторону легализации. Что является, я считаю, положительным достаточно фактором. Насколько процентов в Москве, например, платят зарплату в черную до сих пор? Ну, по вашим оценкам, в среднем. Я могу говорить только, наверное, об IT, потому что именно с IT я работаю, консалтинг. Я бы сказала, процентов, наверное, 15-20. Что в общей оценке крайне немного. Ну, в общем, да. Я помню еще те времена, когда их было подавляющее. Соответственно, в банковском секторе это белые зарплаты, что тоже очень радуются искатели, которые берут у нас ипотеки и которые достаточно много кредитов имеют. То есть это очень хороший, на самом деле, дополнительный некий бонус, даже не дополнительный, а можно сказать, что уже обязательный бонус при рассмотрении различных работодателей. Белая зарплата. Сергей, как вы считаете, ну, понятное дело, что Яндекс белая, пушистая, открытая компания. И у вас это есть, наверное, с самого первого дня основания. Да, конечно, компания изначально позиционировала себя как компания для пользователей. Компания, которая с конечного потребителя не берет денег. И, в частности, точно такой же подход к сотрудникам компании. Конечно, в Яндексе мы пытаемся все делать максимально легально. Но эта тенденция прослеживается и в соседних айтишных компаниях. Мэру, Рамблер, то есть все крупные компании сегодня понимают, что нанять хорошего специалиста невозможно, не предоставив ему правильный соцпакет, предоставив ему отличный слой работы. И я считаю, что, наверное, вот серые или, может быть, черные зарплаты, они остаются в каких-то маленьких стартапах. Потому что на начальном этапе сложно просто организовать правильно бизнес-процесс, бухгалтерию, HR. Но постепенно, когда компания растет, она получает дополнительные инвестиции. И это уже, наверное, некоторое требование бизнесу предоставлять правильные отчетности. Поэтому я согласен с Ириной по поводу тенденций. Дополнительно хотел бы сказать, что наблюдаю тенденцию, связанную с легализацией софта, hardware. Дополнительно заключается это, может быть, проверки различных протоколов. Вот мы только что слышали новости про санкции, которые в сторону ВКонтакте относительно ролика хотят наложить. Вот видно, что начинает действовать какое-то дополнительное законодательство. И в стране, конечно, мы идем к тому, чтобы уменьшать серые. По поводу санкций ВКонтакте, сегодня наконец-то дали пояснение по поводу того, что Ютуб все-таки не будут запрещать в России. Я лично вздохнул с облегчением. Не знаю, как вы. Ну да, конечно. Это уже хорошая новость. С учетом тенденций, которые у нас происходят в последнее время, запреты всего и вся. Контакт, Ютуб, законы у нас выходят очень специфические. Окей, переходим уже конкретно к теме рынка труда, собственно, более детально. В Москве, оказывается, самый низкий уровень безработницы. Коллеги, вы удивлены? Лично я нет, поскольку могу сейчас сказать, что рынок 100% кандидатский. Клиенты по-прежнему борются за лучших из лучших в различных отраслях. И если кандидат адекватный, с хорошим опытом работы, мы не говорим сейчас о студентах, поскольку студентам найти работу сейчас сложнее, поскольку компании не хотят вкладывать деньги, не хотят учить, а хотят получить готового специалиста. Специалисты именно те, которые имеют достойный опыт работы, вполне легко могут сейчас найти работу. Я говорю и о продавцах, и о технарях, и о разработчиках, и о программистах. Статистика это подтверждает. Уровень безработицы в столице всего лишь от экономически активного населения, самый низкий в России. Действительно, наверное, это неудивительно. Всего у нас сейчас по России не занято 5,2% экономически активного населения. Но это по России. И, честно говоря, у меня некое подозрение, что называется, по поводу этой статистики. Как она считается? Неужели это только те люди, которые стоят на учете на бирже труда? Потому что я знаю многих людей, которые, в принципе, будучи безработными, но все-таки не обращаются на биржу труда. Поэтому статистика их, по идее, никак не должна учитывать. Как вы считаете, достоверны ли эти цифры? Нельзя сказать про процент, но то, что безработица крайне мала. И, опять-таки, смотря с чем ее сравнивать. Если ее сравнить с кризисным временем, когда в один практический момент компании схлопнули в свои вакансии и перестали набирать людей, скорее произошел некий кост-катинг. В этот момент безработица, конечно, была огромная. Если мы сравниваем с этим периодом, то этот процент, наверное, релевантен. Опять-таки, сложно сказать, каким образом его считают. И я с тобой полностью согласна по поводу бирж труда. Но, с другой стороны, именно в процентном соотношении он крайне маленький. Ну, то есть, есть ощущение, что действительно безработица небольшая у нас. Да, Георгий, я бы хотел прокомментировать. Буквально пару лет назад мы видели, что нанять сотрудника в Яндекс не представляет проблем. К нам люди, можно сказать, шли табуном. Сегодня нанять сотрудника, для этого приходится приложить много усилий. И, в частности, вот так косвенно мы чувствуем, что сотрудников на рынке стало меньше. Для себя стали проводить исследования, почему так происходит. Во-первых, узнали, что средний возраст айтишника — это 25 лет. То есть, это выпускники вузов, проработавшие два года. И второе событие оказалось, что вот демографическая яма в 90-х годах, которая была, она сейчас как раз дает о себе знать. И сегодня уже просто численно людей такого возраста стало меньше. Плюс ко всему, айти развивается очень интенсивно. И открываются каждый год новые айтишные компании в Москве. В Москве все пытаются переехать в Москву. То есть, люди с регионов имеют тенденцию ехать в Москву. Автоматический бизнес сосредоточен в Москве. И дополнительно получается, что возникает конкуренция между компаниями. Поэтому косвенно подтверждаю, что дефицит кадров у нас. По поводу студентов, я тут немножко с Ириной не согласен. Дело в том, что все вузы завешены просто рекламой. Приходите к нам на стажировку, приходите к нам на работу. Со стажировкой хуже, потому что требуется чаще всего full-time. Но такие компании, как Яндекс, Мевру, предоставляют студентам стажировку, которая позволяет совмещать учебу и работу на частичной занятости. В общем-то, наши исследования показывают, что и студенты, сегодня толковые студенты, даже без опыта работы, могут найти подходящую для себя вакансию и прийти поработать. Интересно, вот знаете, мне очень заинтересовало. Смотрите, у нас безработица 5% в России. Тем не менее, во Франции 10% безработица. В Великобритании 8%. А в Астрии 4,5%. Знаете, в Испании 25%. То есть, каждый четвертый человек из экономически активного населения, потенциально, возможно, активного, не работает. Как вы считаете, вот почему у нас, у нас что, трудогорики, Россия страна трудогорик? Почему именно так? Давайте немножко я-то выскажу свою точку зрения, если сравнить ее с другими странами и понять, какая ситуация у нас здесь. Ирина, прошу прощения, обязательно выскажите после новостей. Продолжаем обсуждать рынок труда, IT-сферу. Остановились на том, что у нас в России, в принципе, довольно небольшой, низкий уровень безработицы, 5% всего, судя по официальной статистике. Для сравнения, в Испании 25%. То есть, в Испании не работает каждый четвертый практически. Ирина хотела прокомментировать. Ирина, генеральный директор компании Logic Operation. Ирина, почему же все-таки у нас в России много людей работают, согласно, опять же, официальной статистике, а вот в Испании все так плохо? Или хорошо? В Испании хорошо, сиеста и отдых, и море прекрасно. Когда-то было сказано, что если вы приедете в Россию, вы построите свою карьеру, потому что в России только ленивый не сможет заработать деньги. В связи с чем, очень многие люди, которые уезжали из России в свое время, уезжали и в Испанию, и в Великобританию, и в Германию, зарабатывать деньги там, стали возвращаться в Россию. Не потому, что там бизнеса нет, а потому, что здесь он идет гораздо более активными темпами, рост зарплат происходит. И сейчас человек, который уехал, русский человек, например, который уехал в другую страну, он конкурирует с англичанами, я не знаю, испанцами. Здесь он у себя на родине, и его зарплата значительно выше. Если говорить про Испанию, я недавно была в Испании, была удивлена, насколько люди расслаблены, и насколько много они действительно отдыхают. И сиеста – это один из примеров, когда… У нас ее нет. Мы работаем 24 часа в сутки, и в 6 вечера практически никто не встает и не уходит из офиса. Заходишь в любой магазин, в 6 вечера перед тобой закрывают дверь. Это к вопросу о том, как люди хотят заработать деньги, и зарабатывают ли они их там. То есть они, можно сказать, уже как бы наелись, что называется. Наелись, да. Работа, наверное, да, и из-за этого уже, может быть, меньше желания как-то активно что-то делать. Ну и, соответственно, мы видим, к чему это все ведет. Проблемы в еврозоне. Греция, Испания, Италия. Да, кроме того, вот вы назвали цифры Франция 10%, Испания 25%. Хорошо известно, что, во-первых, в Испании сейчас серьезный экономический кризис. Кроме того, что касается времен отпусков, примечательно, что во Франции отпуска у людей докапливаются до 7-8 недель в году, в отличие от наших четырех. А в Испании вообще до четырех месяцев в году вот такое самое трудоспособное молодое население отдыхает. Я точно не помню, как это устроено законодательно, но именно законодательство способствует тому, что 4 из 12 месяцев они не работают, а там ездят по миру или чем-то еще занимаются. Отсюда и корреляция с процентами. Ну а как вы считаете, это вообще хорошо, больше отдыхать и меньше работать? Или же нет? Ну, у кого, смотря какие цели, в принципе, есть такое ощущение, что Европа вот с точки зрения IT-бизнеса, это довольно такое мертвое место, то есть вся жизнь сейчас происходит, естественно, в Силиконовой долине, а кроме нее существуют еще разные расценки, но там Израиль, Москва, вот это еще два центра стартапов какого-то активного развития, а в Европу люди не едут, которые хотят заниматься какими-то инновационными компаниями в области IT, потому что там их просто нет. Я эту тенденцию прокомментировал тем, что в советские годы у нас было качественное образование, как бы, и была построена целая система университетов, вокруг которых сформировались специалисты. IT – это высокотехнологичная область, и без таких вузов кажется, что IT развиваться, в принципе, не можешь. Это первая причина, почему в России и почему в Штатах. А вторая причина – дело в том, что сам софт или там реклама, ее нужно продавать, то есть реклама IT-рынка, она, как бы, понятна в России или в Штатах на порядок больше, чем в Испании. Поэтому, как бы, мне кажется, что крупные сервисы, такие как поиск, там, в консоциальной сети, они просто изначально там не появились, и IT-шников там, в принципе, мне кажется, мало. Ну что ж, ясно, надо ехать в Москву, поскольку здесь есть кадровый голод, берут людей, ну, скажем так, с большим энтузиазмом, несмотря, может быть, на какие-то не совсем дотягивающие моменты, может быть, если человек не совсем, скажем, устраивает, но, тем не менее, кадровый голод вынуждает брать. По крайней мере, в IT-сфере это так. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 495-6510-996 и выразить свое мнение, подтвердить, так ли это, либо опровергнуть, может быть, либо написать на сайт Finam.fm. IT-рынок по сравнению с другими рынками, насколько он более интересен? Есть ли какие-то особенности у IT-рынка, по сравнению с другими рынками, ну, например, с финансовым рынком? Я бы сказала, что IT-рынок более динамичный. Если сравнивать с банковским сектором, прежде всего, гораздо больше возможностей двигаться как горизонтально, так и вертикально. Мне кажется, это из-за того, что развитие IT-рынок очень сильно и быстро развивается. Из-за этого появляется больше возможностей, наверное. Безусловно. Потому что финансы, ну, прямо скажем, сейчас не самую лучшую переживают эру. В связи с нашими общими макроэкономическими проблемами мировыми и так далее. А IT-рынок — это именно тот рынок, который развивается. То есть, в принципе, он выглядит, поправьте меня, если не прав, довольно привлекательно. В целом, если вот кандидат выбирает, куда идти, ну, изначально, может быть, там, выпускник института, университета, то IT-рынок выглядит вполне неплохо. Тем более, как мы уже говорили, там есть действительно спрос. А правда, и он гораздо более демократизирован по сравнению с другими рынками. И это, в принципе, та точка в мире, в которую очень многие стремятся. Благодаря вот этому пушечному взрыву в Калифорнии и всех этих стартапов и компаний, которые за два года превращаются в многомиллиардные бизнесы, туда, естественным образом, начинают стекаться люди. И как это было много десятков лет, когда 20 тысяч человек в год приезжают в Голливуд ловить счастье, становиться звездами, из которых, там, пять, может быть, становятся. Точно так же в долину приезжают выпускники лучших американских вузов, лучших вузов со всего мира. То же самое происходит в других центрах, таких как Москва или, там, Израиль. И там самые лучшие попадают в эти компании, в которых совершенно райские условия для работы, в которых высокие зарплаты, в которых компании дерутся друг с другом за лучших сотрудников и готовы им предлагать разные уникальные условия работы, о которых в других компаниях даже не задумываются. И на самом деле, уже с точки зрения человека, который работает разработчиком в одной из таких компаний, и в прошлом имеет опыт работы в Гугле, теперь в Яндексе, могу сказать, что просто даже разговариваю с человеком из другой оптрасли, который, в принципе, неплохо устроен, но когда слышишь какие-то условия работы, вроде, там, жесткого графика, когда следят за временем работы, или каких-то, там, условий, когда начальник требует, там, каких-то переработок, или когда отпуска нужно планировать на год вперед и невозможно их двигать, это просто даже удивляет возможность того, что такие условия работы существуют уже с точки зрения такого работника, который никогда не был в таких условиях. Ну, я воспринимаю вот Яндекс как некую такую российскую версию Гугла, а Гугл, он всегда славился отношением к работникам, к тому, что там дополнительные какие-то бенефиты, может быть, там, чуть ли не массажные кресла, авариумы, специфические условия труда такие в плюс. Да, это изначально они прорекламировали такой подход, на самом деле, не то, чтобы это, там, в других компаниях версия Гугла, это, скорее, общая тенденция, и тот же Facebook, и Apple, и Amazon, и разные российские компании, и тот же ВКонтакте, они тоже делают такие же мягкие условия, они считают людей, разработчиков, в первую очередь, там, менеджеров, сисадминов тоже своим основным капиталом, на котором строится их бизнес, поэтому они создают для них такие условия, в которых они могут создавать новые проекты и конкурировать. То есть лояльность, обеспечивающаяся не, как бы, ну, что называется, не денежными средствами, да, не то, чтобы дали зарплату побольше, а просто вот обеспечили человеку комфорт, чтобы он комфортно приходил на работу, и, в общем-то, не хотелось даже оттуда и уходить. Да, именно так. В офисе настолько хорошо, что, может быть, даже лучше, чем дома. Да, вот эти все игры в офисе, там, от настольного тенниса до каких-то других, там, настольных игр, возможности поиграть на музыкальном инструменте, какие-то балконы в офисе с возможностью посидеть на свежем воздухе, поработать, возможность, там, даже работать из дома при всем, при этом так же, как будто ты сидишь на своем рабочем месте, переговорки с пуфиками, где можно поспать, и все это уже не один офис в Москве и не два, а уже, ну, как минимум десяток, а, может быть, уже гораздо шире, даже, боюсь предположить. Ну, в Яндексе это гарантированно есть. В Яндексе это гарантированно. Ирина, а вот как ты считаешь, в каких еще компаниях, какие компании наиболее привлекательны на IT-рынке для того, чтобы в них, соответственно, работать? Я бы сказала, что это наши западные вендора, если их перечислять. То есть, в целом, западные вендора очевидно привлекательнее, чем российские компании. Абсолютно точно. И кандидаты, которые имеют опыт в западных вендорах, гораздо быстрее и гораздо эффективнее найдут работу следующей, после именно работы в них. Второе место – это консалтинг, где, опять-таки, хорошие кандидаты. И третье – это интеграторы. Опять-таки, в интеграторах тоже хорошие, да, селзы, технари, разработчики. А консалтинг, приведи пример просто, несколько компаний. Я имею в виду, там, Accenture, например, да, я имею в виду Эрстон Янг, я имею в виду PricewaterhouseCoopers, да, ну, который вошел в IBM. Это IT или это сфера вообще? IBM, BCS есть. IBM, да. Ну, вот Pricewaterhouse, Accenture – это же скорее… Да, технарей, которые работают в этой… Ну, то есть… А, то есть, ты имеешь в виду именно IT… IT-директора и его подчиненных, как я говорю. Да, да. Соответственно, они не менее востребованы, чем те, кто работает в том же самом реальном секторе. А с точки зрения компаний, и опять-таки, да, раз уж мы заговорили о рынке, о том, что происходит, сейчас ситуация следующая. Кандидат приходит к клиенту на интервью, и ему делают оффер. Сейчас ситуация следующая, что у кандидата уже три оффера на руках, что крайне удивляет клиента, который находится в такой ситуации, он либо делает оффер на те деньги, которые запрашивает кандидат, либо он уходит к конкуренту. Рекрутеры, в том числе, там, другие компании борются за одних и тех же кандидатов, которые переходят из одной компании в другую и абсолютно точно находят работу. Это еще раз подтверждает то, что рынок сейчас 100% кандидатский. Мне всегда казалось, что это правильная стратегия, вот именно быстро сделать карьеру, это переходить из одной похожей компании в другую на должность чуть повыше. То есть в одной компании развиваться вот так эффективно, мне кажется, шансов меньше. С другой стороны, невозможно постоянно перемещаться, потому что через какое-то время следующий работодатель, возникнет момент, когда он посмотрит на резюме и скажет, что это джоп-хоппер. И спросит, а почему так быстро? Год, год, год и два такой кандидат не будет интересен. А сколько нужно работать в компании, чтобы тебе не задавали вопросы вот такие странные, а почему тут год, почему тут год? Минимум два года. Два года минимум. Да, это абсолютно точно. Это еще раз подтверждает, что кандидат стабильный, и что он, придя в компанию, через месяц не уйдет к твоему же конкуренту. Но в противном случае просто берешь кандидат, он не проходит испытательный срок в силу того, что его просто переманивают. Поэтому два года – это, наверное, два-три года. Тот минимум, который кандидат должен отработать в одной и той же компании. Не всегда на одной позиции, то есть он может вырасти внутри компании, а может проработать на той позиции, в которой пришел, но после этого он может делать следующий шаг в своей карьере. Есть ли компании, где вот с этим правилом как-то более гибко к нему относятся? Или это в среднем, что называется, стандарт некий такой в общей по рынку? Это стандарт, но есть стартап-компания, для которых важно, что человек сделал, кому он продал, где он проработал и работал ли он с этими продуктами. Тогда он может проработать меньше, но при этом он будет также востребован. Но если мы все-таки ограничиваем рынок такими компаниями западными, как вендоры, если мы берем интеграторов, которые набирают людей, то у этих компаний, конечно же, есть определенные стандарты и им нужно следовать. Хорошо, ну что ж, еще раз подведем некие итоги. Действительно, рынок перегрет кандидатов сейчас, IT-рынок перегрет, поэтому есть возможность найти очень хорошую работу в сфере IT. Итак, у нас продолжает работа телефон прямого эфира 495-6510-996, а мы продолжим обсуждать уже то, кто же нужен тем компаниям, которые предлагают работу, то есть работодателям после новостей. Обсуждаем рынок труда, информационные технологии, некий специфический подраздел общего рынка труда, который, в общем, сейчас является очень привлекательным, судя по мнениям экспертов. Вы можете позвонить по телефону прямого эфира 495, сам телефон 6510-996, либо написать на сайт и задать вопросы нашим экспертам. А эксперты у нас сегодня следующие. Во-первых, у нас сегодня Ирина Гусева, генеральный директор рекрутинговой компании Logic Operation, Сергей Чернышев, руководитель отдела академических программ и подбора персонала Яндекса, и Михаил Левин, менеджер академических программ Яндекса. Ну, Яндекс у нас, мы все знаем Яндекс, как, в принципе, очень такого, я бы сказал, привлекательного, на мой взгляд, работодателя. Кто же требуется сейчас на IT-рынке? Какие специальности? То есть готовы заплатить всем или каким-то специальностям конкретно? Больше, чем, скажем, по рынку? Вот как вы считаете, коллеги, Сергей, может быть, Михаил? Давайте я отвечу свою точку зрения. Мы сейчас обсуждали, что есть рынок с какими-то специальностями стандартными для IT. Это разработчики, есть IT-менеджеры, продакт-менеджеры, и там есть свои деления, в том числе и у менеджеров, и у разработчиков. Есть сейлзы. Я больше знаю, конечно, про рынок, связанный с разработчиками, и тут есть такая тонкость. Конечно, может быть, сейлзы требуются всегда, независимо от времен, там, от кризиса или от экономической ситуации в стране. С разработчиками это не совсем так. Конечно, бывают сокращения, и тех же разработчиков в каких-то компаниях, в которых они не являются основным капиталом, могут тоже сокращать. Но вот топовые люди, работающие в компаниях вроде Яндекса, Гугла, Фейсбука, Эппл, у них как раз разработчики являются основным капиталом компаний. Они себя чувствуют прекрасно в любой момент, даже когда наступает кризис, человек или остается в компании работать, или просто, если ему даже вдруг что-то не понравилось, он спокойно уходит, на следующий день получает несколько офферов от таких крупных компаний и идет оттуда работать на хорошие условия. Конечно, Яндексу даже было проще, в принципе, в кризис нанимать, потому что, когда какие-то компании избавлялись от людей, не всегда это происходит аккуратно. Многие хорошие люди по инерции работали в каких-то компаниях, которых не так ценили, и мы могли этим воспользоваться. И, конечно, рынок зарплат тут перегрет. Именно вот в области таких высокотехнологичных компаний бывали случаи буквально там полгода-год назад, когда война Гугла, Фейсбука и Бинг, и инженеры за то, чтобы они не переходили из Гугла в Фейсбук, получали единоразовые бонусы от нескольких сотен тысяч долларов до нескольких миллионов долларов в акциях, только ради того, чтобы сохранить важных инженеров в компании. Ясно, Михаил, точка зрения понятна, разработчикам, в общем-то, всегда легко устроиться. Итак, у нас на связи Роман. Роман, здравствуйте. Вы можете задать свой вопрос или высказать свое мнение. Добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте, да. Я хотел бы прокомментировать господина из Яндекса. Сергей, да? Сейчас Михаил, говорю. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, значит, я хотел бы просто сказать, что почему-то у меня сложилось впечатление, что вы сводите весь IT-рынок, весь IT-мир, вообще исключительно к интернет-компаниям, да, то есть у вас звучат... Я понимаю, что вам это близко, поскольку вы и в Яндексе работаете, но в качестве компаний, примеров IT-компаний, да, вы называете Google, Amazon, Яндекс, Mail.ru Group, туда-сюда и так далее. Я просто хотел сказать, что IT-рынок гораздо-гораздо шире и отнюдь не сводится только к интернет-технологиям, там, веб-технологиям. И ситуация в нем может быть сильно-сильно... может достаточно сильно отличаться в зависимости от специфики, от конкретной ниши. Я просто сам работаю, как говорит представитель... Вот второй представитель, да, не помню, честно говоря, как компания называется, которая говорит, что те, кто работает на зарубежных лендерах... Я работаю на зарубежных лендерах, и у нас очень большая проблема с набором специалистов не потому, что есть конкуренция на рынке, мало там приходит кандидатов или еще что-то, а просто потому, что мы не можем найти специалистов в предметной области. То есть нам нужны... Компания, в которой я работаю, да, занимается разработкой софта, но она занимается разработкой софта в очень физической предметной области. И нам нужны специалисты, которые являются хорошими IT-специалистами, да, разработчиками, программистами. Плюс там еще специалистами хорошими в предметной области. И найти, как бы, тех, кто был воспитан в советские времена, да, советские инженеры, разработчики, программисты. Они, ну, те, кто не спился, они все уже разобраны и пристроены, и плохо себя чувствуют. А молодежь, которая приходит без опыта работы, к сожалению, ну, в общем, как бы, они не в состоянии выполняют те задачи, которые требуются. Поэтому насчет того, что вот если ты эти специалисты, ты легко найдешь работу там где угодно, у западного вендора, туда-сюда и так далее. Мне кажется, это некоторое преувеличение, потому что рынок чисто программистских, чисто разработческих, вакансий все-таки ограничен. И, на самом деле, больший интерес, как мне кажется, представляет предметный рынок именно. То есть нужно быть не только разработчиком, но и... Специалистом в какой-то конкретной сфере, да? Да-да-да-да. Вот, собственно, что я хотел прокомментировать. Просто по разговору, создаю впечатление сверхрадужное. Мне кажется, надо... А на самом деле все не так радужно. Да, ну... Но вы же все равно ищете людей. Вопрос в том, что на рынке, может быть, не хватает вот как раз людей, которых вы ищете. То есть, в принципе, вы подтверждаете тот тезис, который мы сейчас обсуждаем. Ну, скажем так, приходят люди, которые заявлены как специалисты в этой области, да? Их приходят там... Ну, я вот могу просто по недавнему опыту сказать, что полгода идет процесс найма одного единственного специалиста. Не всегда отвечают тем требованиям, которые вы предъявляете для сосудных человеку к позиции. Роман, спасибо огромное. Я понял. Сергей, вот хотел прокомментировать. Сергей, что вы можете добавить? Да, Роман. Но прежде всего, мне кажется, вот есть нитро тоже недопонимание. Такое, если даже там брать Яндекс, надо понимать, что это не сайт, это внутри и бэкэнд, в котором есть компьютер сайенс, да, там майнинг, там довольно сложные алгоритмы. Понятно, что там есть технологии, там языки программирования, плюсы, джава, какие-то библиотеки, стель, буст и так далее. То есть разработчик, который пишет софт, по большому счету, он не сильно отличается от разработчика, который пишет сайт. Это просто мы снаружи видим вот эту красивую оболочку, это фронт-энд-радработка, да, а начинка, движок, это та же самая софтверная разработка. Вот, поэтому то, что говорил Михаил, конечно, относится, ну, я Мишу полностью поддерживаю, считаю, что неважно уж что именно будет писать разработчик, нам приходят сотрудники, да, те, кто писал какие-то свои маленькие проекты и какую-то программулинку, вот, но мы их с удовольствием берем. Дальше по поводу квалификации. Факт в том, что сегодня, чтобы стать разработчиком, ну, нужно знать очень много, недостаточно знать одного языка программирования, и студенты вынуждены получать дополнительные знания, но при этом так уж немножко порекламирую, как бы компания Яндекс, например, запустила школу анализа данных, это двугодичная подготовка бесплатная для студентов, которые получают дополнительные знания в области компьютер-сайенс, машин-ленинг. Почему мы это сделали? Потому что наше образование в стране не позволяет получать такие знания, а для айтичников оно необходимо. Вот, и, в общем-то, студенты сегодня, ну, по крайней мере, в Москве и в некоторых других городах имеют такую возможность получить эти знания. Плюс ко всему система стажировок, она, в общем-то, достаточно развита, и если вы не можете сразу взять сотрудника, есть такой простой способ, отдайте его на стажировку студентов в какую-нибудь другую компанию, а потом возьмите этого сотрудника уже готовым к себе. Ну, то есть, можно как бы обучать не своими силами, а силами соседей. Интересный подход. Ну, ясно. Окей, с программистами более-менее понятно, с разработчиками. Ирина, а вот как вы считаете, что еще, какие специальности востребованы? Ну, даже не специальности, а вот кого берут, на самом деле? Топ-менеджмент, селзы? Про селзов я уже, наверное, достаточно подробно сказала о том, что сейчас западные компании продолжают выходить на российский рынок, это достаточно мощный виндач. Те, кто не успел, да? Те, кто не успел, да, продолжают выходить. По-прежнему запускаются стартапы, которые также ищут селзов. Вендора переманивают друг от друга людей, и этот процесс приобретает уже такой хаотичный характер. То есть, если вы умеете продавать себя в том числе, то вы найдете работу. Здесь работу найдете. И, соответственно, конечно же, интеграторы. Мы помним кризис, когда вендоры приостановили подбор. В этот момент очень хороших людей набрали себе интеграторы. Просто потому, что... Они все ушли... Они все ушли туда. Понятно, что сейчас отток идет обратно, но эти люди поработали в хороших интеграторах. Относительно небольшой, да, комментарий по поводу суперрадужных перспектив, могу сказать следующее, что клиентам, конечно же, стоит проявлять некий гибкий подход. Невозможно найти кандидата, который соответствует всем десяти пунктам, которые заявлены в Job Description. Таких людей можно искать до бесконечности и говорить, что да, он прекрасен, но, к сожалению, в этом пункте он не подойдет и мы его не возьмем. Те клиенты, которые проявляют гибкость в подборе и готовы на что-то закрыть глаза, где-то доучить, они получают тех кадров, которые затем востребованы на рынке. Это к разговору о радужных перспективах. Они действительно хорошие, просто вопрос к подходу. если вы действительно квалифицированный, ну, допустим, квалифицированный человек, который действительно отвечает всем требованиям, ну, допустим, которые предъявляются к разработчику либо к сейлзу, да, это, я так понимаю, основные как бы, да, вакансии, которые сейчас наиболее, скажем так, востребованы. Есть еще консультанты, которые, да, по внедрению. У многих, да, опять-таки, если говорить про западные компании, партнеры, а не западных клиентов, там, Pepsi, да, опять-таки, Procter & Gamble, и у них подписаны западные контракты именно с западными вендорами. Логично, что здесь им нужна локальная команда, которая, саперов, например, да, как один из примеров, которые занимают все-таки львиную долю, людей, которые понимают российскую специфику. Окей, консультанты, СЛЗ-разработчики. А какой уровень зарплат? Вот в первом, втором и третьем случае? Ну, разработчиков, наверное, прокомментируют. Очень кратко вот, потому что у нас уже скоро будет новости. Да, цена, может быть, их вот там вполне и 50 тысяч, и там 250, это зависит от их квалификации. Ну, планка верхняя, Сергей. Ну, верхняя, я думаю, что там и там 500, и 700 тысяч, в общем-то, такие разработчики. Нет, я имею в виду рядовые позиции, не начальник отдела, да? рядовые позиции, как бы топ специалисты, просто один хороший разработчик может работать, как три средних, поэтому как минимум в три раза больше получают 200 тысяч для разработчика, это нормальная цена. А средняя, в среднем зарплате? фронтендер-разработчики сегодня от 150 тысяч требуют денег. В среднем, да? Да, хорошие фронтендеры. Ирина, что с элзами и с консультантами? С элзы мы не берем фиксированную часть, потому что их доход складывается от некой суммы, которая так называем он-таргет-еарнинг. Да. Если выполняет человек план. Да, если выполняет человек план, то средний доход от 60 евро до 120 евро в год. То есть в месяц, чтобы было понятно просто, чтобы сравнимо было? В месяц, чтобы было понятно, это от 150 до 250 тысяч рублей как фиксированная сумма, либо это от 300 до 600 тысяч рублей как совокупный доход. Это то, что касается сэлзов. Это то, что касается сэлзов. Консультантов мы обсудим уже после новостей. Оставайтесь с нами. Обсуждаем информационные технологии. Кто же у нас востребован на рынке труда? В студии эксперты Ирина Гусева, генеральный директор рекрутинговой компании и Сергей Михаил, представители компании Яндекс. В общем-то, компании, которую, наверное, уже практически все знают, по крайней мере, пользователи интернета, это точно. Такая, можно сказать, яркий представитель IT-сферы. Итак, мы определили, что разработчики требуются, зарплата средняя 150 тысяч рублей, сэлзы, то есть продавцы, также требуются, средняя зарплата, ну, 300 где-то, да? Я бы сказал, 200-250, 200-250 с учетом бонуса, то есть если человек выполняет план. Ну, средняя, я бы сказала, выделила бы как эту цифру, да. Это вот самые основные такие как бы востребованные вакансии, еще есть консультанты, Ирина, с консультантами как ситуация обстоит, и вообще консультанты, есть ли какая-то специфика вот у консультантов? Я бы сказала, что мы с вами остановились на том, что самые востребованные консультанты это все-таки по модулю САП, и по САП, как мы так называем, Core ERP, и специфических тех или иных модулей. Да, и соответственно там BI и PM, которые также очень пользуются спросом. Сейчас работодатель недостаточно консультанта, который знает один модуль, они приобретают людей, которые внедряют уже несколько модулей, тем шире становится охват сотрудника, тем больше он хочет денег. В среднем зарплата составляет около 200, это так, рублей, да, в месяц до 300, то есть 150-300, да, то есть 200, это некая середина зарплата консультанта. Так, то есть у нас вот эти три позиции основные, и где больше спроса? Кто все-таки больше нужен? В IT, еще раз повторюсь, что, конечно же, нужны продавцы. Если посмотреть там статистику новостных сайтов, то может увидеть, что позиции Account Exec, Sales Executive, Business Development Manager Sales Specialist, Solution Sales Specialist, ну, все, что связано, да, с продажами, развитием бизнеса, привлечением клиентов, это огромное количество, это целый пласт клиентов, которые ищут таких людей. Ирина, ты говоришь такие английские слова красивые, а в российские компании это что уже, совсем не стоит идти? Ну, вот тот же Яндекс, например, как ты считаешь? Неужели там все так хуже, чем в западных? Я не могу сказать, что хуже, я, опять-таки, сравниваю именно, там Яндекс немножко другая ниша в зависимости, то есть, я говорю о компаниях в IT, таких как IBM, SAP, Oracle, да? То есть, таких гигантов. Таких гигантах, да, мощных гигантов. конечно же, их очень сложно сравнить с клиентами инфосистемы Jet, Tlanet и прочее, да? То есть, вот именно, вот эти две ниши я сравниваю. Отдельно, да, можно, конечно, говорить и о таких гигантах, как Яндекс. Яндекс гигант своей, своей ниши огромной, и кандидатов очень много, которые хотят, и я думаю, что стоят в очередь в компанию Яндекс. Я прокомментирую, что дело в том, что просто в Яндексе как бы находится главная разработка в Москве, а вот у Oracle как бы здесь находится скорее видимо поддержка и адаптация своих продуктов под конкретного пользователя, поэтому просто запрос на сотрудников у нас несколько разный. Да. Хорошо, а если не брать компанию именно IT-компанию, а брать просто компанию, обычную компанию, которая занимается любым другим видом деятельности, но ей требуется IT-сотрудник, ну, допустим, IT-директор, то есть, насколько здесь на что может рассчитывать такой человек, который как бы идет на эту вакансию, на эту позицию? На какие деньги? IT-директор это просто менеджер, который, ну, там что-то знает про IT и умеет неплохо управлять людьми, поэтому, в общем-то, на мой взгляд, он может получать как сильно меньше, чем специалист, так и в некоторых случаях сильно больше, это зависит от размера продукта. Как бы, но деньги даже не могу прокомментировать, потому что, ну, знаю людей, которые там меньше сотни получают и которые несколько раз больше. Ирина, как ты считаешь, действительно ли это так, меньше сотни? Здесь немножко не соглашусь, потому что, наверное, есть сфера IT-менеджеров и IT-директоров, сейчас крайне востребованы люди именно в IT-директора, которые понимают стратегию развития бизнеса, которые транслируют сами идеи бизнеса в некие IT-решения, которые, конечно же, они стоят гораздо дороже. Мы, там, IT-менеджеры, которые знают те или иные решения, могут получать меньше сотни, да, средний их уровень как раз в пределах 100 тысяч рублей. Но если мы говорим именно об IT-директорах, которые именно такие стратеги, то уровень их достаточно высокий. Это может быть и 250 тысяч, это может быть 300, это может быть и 500 тысяч. У меня есть примеры, где IT-директор получает 500 тысяч, и это не единицы таких людей. Ирина, кстати, хотела тебе задать вопрос как рекрутеру, а вот максимальная планка по зарплате, какую ты можешь назвать из тех людей, с которыми ты работала? Я бы сказала, от IT-е в месяц у него было 800 тысяч. 800 тысяч рублей в месяц, это вот максимально то, что через тебя проходило. Еще раз, есть executive search агентства, так называемые целевые агентства по поиску высшего звена. У них эта цифра наверное средняя либо нижняя планка. Я работаю на рынке среднего звена. Это люди после института отработавшие 2-3 года с хорошим образованием, разговаривающие по-английски не ниже среднего уровня. Те, которые приблизительно в таком сегменте есть самая высокая планка 800 тысяч рублей. Интересно, а вот кто нужен-то? Какими качествами должен был человек? Ты сказал, английский язык, хорошее образование, профильное. На что обращают внимание работодатели? Я знаю, что часто в резюме пишут легко обучаюсь и так далее. Понятно, что это писать наверное не стоит. Писать это можно, но на это работодатель не смотрит. Я бы рекомендовала первое для кандидатов такой совет. Очень важны некие ключевые слова, по которым ищут людей. Если вы откликаетесь на позицию менеджера по работе с клиентами, с банками, укажите банки, с которыми вы работали. Это будет логично, почему вы претендуете на ту или иную позицию. Если ищут человека Java-разработчика, укажите в резюме, что вы разрабатывали Java. Иначе непонятно, для чего вы пишете, что вы занимаетесь рыбалкой, у вас 8 образований и вы суперамбициозны. Это прекрасно, что вы этим занимаетесь, но работодателю это не так интересно. Поэтому очень структурированное должно быть резюме, оно должно быть действительно по делу, и у работодателя должно появляться ощущение, что вы подходите на эту позицию, и он вам должен позвонить. Интервью это, наверное, уже следующий шаг, но резюме должно быть привязательно таким. Хорошо. Сергей Михаил, как у вас? Я могу сказать из личного опыта, что никогда в жизни не заполнял резюме, это просто не требовалось в том мире, в котором я как бы живу, работаю, потому что меня находила та или иная компания в студенческие годы на какой-нибудь международной олимпиаде и приглашала пойти работать сейчас, но я как-то имею какие-то проекты внешние, какие-то связи, люди знают, что я работаю в Яндексе, у меня где-то это написано на Фейсбуке, и в принципе мне периодически приходят какие-то предложения порядка, давайте вы будете у нас там руководителем разработки такого, ну, небольшого, конечно, относительно Яндекса продукта, но тем не менее там какой-нибудь отдел из там нескольких десятков разработчиков, вы его возглавите, и я там периодически интереса ради общаюсь с рекрутерами на эту тему, может быть, Сергей что-то более подробно может рассказать. Вот именно про компетенции, как бы кажется, что самое главное, это должна быть нацеленность на результат, и не на процесс, и, наверное, командная работа, ну, плюс ко всему, там специфические знания, которые относятся к его роду деятельности, вот, и плюс ко всему, и человек должен быть умный, способный к обучению. А теперь вот как это понять заранее? Как понять на входе? Да. В Яндексе мы проводим все собеседования не HR-менеджерами, а у нас их проводят именно сами разработчики, сами менеджеры, дают задачки какие-то, то есть проводят те, кто к себе набирает. Как бы если это делают HR-менеджеры, они, как правило, ориентируются на ключевые слова какие-то, может быть, на заранее подготовленные вопросы, к которым есть четкие ответы, ну, в общем-то, и плюс испытательный срок, на этапе, в котором можно отсидеть человека. Тестовое задание. Тестовое задание, да, на сайтах бывает зачастую. Хорошо, тогда давайте с другого конца зайдем, а что не надо делать, чтобы, чтобы, скажем так, что надо делать, чтобы не попасть в Яндекс либо в другую известную, интересную IT-компанию? Ирина, что точно не надо делать? Первое, что однозначно не надо делать, это критиковать предыдущего руководителя, критиковать бизнес предыдущей компании. Вы отработали в этой компании, вы работали с этим руководителем, вопрос, зачем вы это делаете, чтобы вам дали больше денег следующей компании? Не уверена. Часто ставят в тупик кандидатов вопрос, какими же качествами вы положительными обладаете, какими отрицательными. Так, да, интересный вопрос бывает. Очень действительно интересный вопрос, который ставит в тупик очень многих, потому что кто-то начинает думать, а если я скажу вот это, то не подумает ли клиент вот это, и поэтому меня не возьмет. И у меня есть такая... Я умный, красивый, еще скромный, да? И я люблю заранее приходить на работу, то есть я очень пунктуальна. Вот такими шаблонами очень многие начинают мыслить. Я задаю этот вопрос следующим образом. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть вашим другом? Реакция мгновенная. Человек называет пять качеств, которыми может обладать этот человек или должен обладать. Тем самым он как бы транслирует эти качества как свои. Как свои ценности. Как свои ценности, да? То есть он сам, видимо, обладает этими качествами. А когда спрашиваешь, какие же недостатки, тоже все очень замыкаются. Но как только спрашиваешь, а что же человек должен не делать или что неприемлемо для вас, тут же возникает целый список качеств. Не нужно долго рассказывать об образовании, если вы не студент, не выпускник, да? Когда вы только начали искать работу. Если вы уже обладаете определенным опытом, делайте упор все-таки на вашем опыте, на ваших достижениях, на развитии вашей карьеры. Она должна быть крайне логична. Прежде всего, описание вашей карьеры, оно должно быть логично. Почему вы ушли и для чего вы делаете этот шаг. Вот эта вот хаотичность и метание, они сразу вызывают ряд вопросов, которые работодатели отталкивают от этого. То есть, если человек в одной сфере поработал, потом в другой сфере поработал, потом вернулся и так далее. И он до сих пор ищет себя, ему 35 лет, а он до сих пор не знает, что же он хочет от жизни, очень сложно ему будет найти достойную компанию. Сергей, Михаил, что-то добавите? У нас проще, особенно с разработчиками. Человек, который приходит, должен знать свое дело. Ему задают задачи прямо на интервью, те самые, которые он должен решать каждый день. Фраза, которую я больше всего не люблю слышать, это, ой, это было у меня два года назад, я уже забыл. Особенно, когда речь идет про молодого человека, который заканчивает университет и говорит, ой, у меня это было на втором курсе, я уже не помню, зачем же вы там учились? Если это разработчик с опытом, если он пришел на вакансию с тем или иным языком программирования, не может на нем написать программу, зачем он мне нужен? То есть нужно обладать именно готовностью применить сразу все свои знания и умения, ну, естественно, лучше не делать вот таких ошибок, правильно составлять резюме и так далее. И тогда вы будете вполне востребованы, как мы выяснили, на IT-рынке, которые сейчас испытывают, ну, наверное, некий бум, раз так действительно нужны работники. Соответственно, ответ на вопрос очень простой, да, действительно, постребованы на рынке и продавцы, и разработчики, и консультанты. С нами в программе были эксперты Ирина Гусева, генеральный директор рекрутимной компании Logic Operations, Сергей Чернышев, руководитель отдела академических программ подбора персонала Яндекса и Михаил Левин, менеджер академических программ Яндекса. Спасибо вам большое за то, что пришли. Это была программа «Бизнес-класс» на Финам.ФМ и я, Георгий Вербицкий. Делайте деньги с удовольствием. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова